Здравствуйте, друзья! Вы смотрите творческий канал Ольги Мишиной. Мы будем рисовать вот такой замечательный яркий зимний лес. Рисовать его очень-очень просто. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете про смешной случай, который произошел у меня на уроке. И я вам объясню, как не надо рисовать следы зверей на снегу. Рисунок у нас должен получиться интересным. Сначала мы нарисуем разноцветный фон. Будем рисовать кисточками фон. Это у меня примерно седьмой-восьмой номер. А стволы деревьев тоненькими кисточками второй-третий номер. Но, может быть, понадобится четвертый-пятый. Сначала мы на палитре белый цвет смешаем с синим, розовым, сиреневым, желтым. Фиолетовым. Почему? Снег же не абсолютно белый. Если солнышко заходит, то снег от заката становится розоватым. В тени снег может быть голубоватым или даже фиолетовым. На солнышке он может блестеть розоватым цветом. Под елочкой он может приобретать зеленоватый оттенок. Вот просто такими пастельными светлыми тонами, совершенно в произвольном порядке, как вам нравится, заполняем лист. Это у нас такой веселый разноцветный снег. Теперь начинаем рисовать дальний лес. Чем дальше у нас находится наш предмет, тем выше от края листа он поднимается. Мы будем рисовать несколькими планами. На самом заднем плане, вот здесь я примерно себе отметила, будет один лес. Потом поближе и повыше деревья будут здесь. И самый передний план с березками и с другими деревьями будет ниже. Какие-то деревья. Мы рисуем тонкой кисточкой второй, третий номер. Ну вот мы отметили, что отсюда примерно будет. Это я так обозначила. Какие-то у нас белеют стволы березок. Тоненькие, еле-еле. Их почти не видно, они вдалеке. Чтобы было поживописнее, можно положить на этот белый цвет слегка фиолетовым. То есть разного цвета. Вот такие беленькие, светленькие, голубоватые стволы деревьев. Какие-то деревья темненькие, с темными стволами. Стараемся вот так их легкими движениями, некоторыми веточками. Правда у нас рисунок уже оживает. Мы рисуем. Я хотела подсказать, если вот я сейчас специально сделаю, кто-то не может прямо нарисовать. И получилось, вот так в сторону нечаянно пошел ствол. Ничего, возьмите и уравновесьте его с другой стороны, с другим стволом. Какие-то невысокие деревья. Мне еще захотелось добавить, может быть, голубеньких таких деревьев. Они у нас потом и закроются другими. Нарисовали этот план. Теперь еще к нам поближе деревья, спускаем их пониже. Деревья уже потолще, их лучше видно. Деревья уже нечаянно, нечаянно, нечаянно. Еще ближе я хочу нарисовать две рябинки. Вот у меня даже одна рябинка толстовата получилась. Чтобы получилось тонкое, надо рисовать, держать кисточку вертикально и рисовать кончиком кисточки. Деревья растут снизу, поэтому снизу вверх тянутся к свету. Поэтому мы и начинаем рисовать тоже снизу вверх, так же, как растут деревья. Рябинка это такой кустарник, считается. Может быть, несколько стволов вот таких красивых. Добавлю еще маленький ствол. В середине я хочу нарисовать две большие березки. Вверху они будут вверх расти и даже мы не увидим, как заканчиваются эти березки, где они заканчиваются. А начинаться они будут примерно здесь. Внизу я хочу небольшое место оставить. Значит, опять мы берем кисточку. Для ствола кисточка седьмой-восьмой номер. И вот как березка растет снизу вверх, мы вот так поведем. И где-то ствол раздваивается. Две березки сейчас нарисуем в вольном таком стиле. Кора у березки, береста тоненькая, просвечивает. Она может быть розоватого оттенка, кое-где в тени синеватого. В смысле голубоватого. Вот я решила взять, ну, например, фиолетовый оттеночек. И одну сторону березки с одной стороны. Вот я добавила голубой оттеночек. Так более естественным. Мы не одним цветом рисуем, а делаем оттенки на белом стволе. Хотела сказать, что чем сучья березки тоньше, когда они превращаются уже не в сучья, а веточки, они уже не белые, а совсем черненькие или темно-коричневые. И когда мы будем рисовать пятнышки на коре березы, заметьте, пожалуйста, мы их не рисуем, а то мы с детьми смеемся. Это же у нас не рельсы и шпалы, что вот так две линии, и между ними одинаковые, совершенно такие еще жирные, черные штрихи. У нас какой-то штришок будет потоньше, какой-то потолще, и все будут в разном порядке. Спасибо. 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 . И я расскажу про один смешной случай, как не надо делать, какой произошел у меня на уроке. Давайте, чтобы оживить нашу картинку, наполним наш лес персонажами, зверятами. Я предлагаю нарисовать лисичку, которая спряталась, у нее вообще-то морочка подлиннее, да, спряталась за деревом. У нее вот здесь белая такая щечка, глазки, ушки. Она спряталась за березкой, следит за зайчиками. Почему легко рисовать, спрятавшись за деревом, не надо рисовать передние лапки и все туловище. И она присела, притаилась, у лисички длинный хвостик. Как рисовать зверей, не спрятавшимися, а полностью, в легкой такой очень форме. Я показывала в своем плейлисте схемы рисования. И я дам на это ссылку, как нарисовать лисичку и зайчика. Вот лапка у нее видна. А зайчик весь притаился за другой березкой. Это просто мы рисуем вот так два кружочка. Носик. Очень так легко рисуем. Тоже притаился, присел и думает, меня лисичка найдет или нет. Хорошо бы не нашла. Щечку лисички и кончик хвостика рисуем белой краской. Носик будет черный. Вся лисичка рыжая. Кончики лапок черные. А зайчика белым цветом, но кое-где можно сделать тень на шубке. Что это? Что это? Продолжение следует... Положим снег на деревья, побрызгаем снегом на сам фон, на гроздья рябины, положим снег наверху лежит, на гроздья рябины поверху лежит снег. От снега рисунок оживает, сразу такое зимнее настроение, морозное становится. Кладем снег. Надуло может быть снегом около ствола. И везде сейчас на веточке снег, а потом я вот так возьму кисточку, постучу по ней и мы везде набрызгаем снег. Субтитры делал DimaTorzok Ну а сейчас я вам покажу, как рисовать надо следы и как их не надо и что может получиться смешное, если нарисовать их неправильно. Когда идёт человек, он шагает сначала одной ногой, поэтому другой, поэтому обычно голубые в основном, потому что следы, это же ямки в снегу, рисуют вот так. На некотором расстоянии друг от друга, а не рядом. Некоторые дети вот так рисуют, рядом два следа. Получается, что человек одновременно двумя ногами прыгал. Так рисует след зайчика. Смотрите, ребята, следы не должны начинаться ниоткуда. Что же у нас, зайчик или звери, приземлились на вертолёте и посреди рисунка вдруг появились следы. Откуда-то они пришли. Вот представьте, что зайчик шёл с этого, например, края сюда, да? Вот так обошёл, может, дерево и спрятал. Увидел лесу, хотел идти в лес, увидел лесу и спрятался за деревом. Вот, зайчикины следы мы рисуем вместе. Кончиком кисточки дотрагиваемся, он скок-скок, скок-скок. Скок-скок. И смотрите, что у меня было один раз в смешной случае. Вот так ребёнок рисовал. Даже вот он отсюда пошёл, я потом замажу это. Я вам просто хочу показать, как неправильно. Вот так он рисовал, 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 рисовал. И дальше вот так стала рисовать. То есть, один след пошёл с этой стороны дерева, другой с этой стороны дерева. Я спросила, что же его берёзка пополам, что ли, разорвала. То есть, если вы делаете крупные следы, и вот так идёте, скок-скок-скок-скок. Нельзя потом один след здесь пустить, а другой здесь, да? Сейчас я вот это замажу. Мы будем правильно рисовать. Вот это я замажу. И у нас зайчик вон туда попрыгал. Прыгал, 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 прыгал. Скок-скок, скок-скок, скок-скок. Скок-скок. И сюда допрыгал. И вот здесь чуть-чуть примял снежок. И лисичка так же. Лисичка не прыгает, она как человек ходит. А ещё зайчик путает следы свои, можно их кругами нарисовать. А давайте, правда, нарисуем кругами. Это вот благодаря вам мне такая идея пришла в голову, потому что я вам стала всё объяснять, и мне захотелось. Как будто он там за кустиком ещё прыгал, чтобы лисичка его не нашла. Как будто он и здесь прыгал. А лисичка не прыгает, как зайчик. Она поочерёдно каждой лапкой наступает. Ну вот, ребят, у нас получился очень замечательный рисунок. Я им очень довольна. Успехов вам! Если понравилось, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Будем рисовать дальше. Вот мне тут снежка чуть-чуть не хватило. До новых встреч! Продолжение следует...